Вот кэш прямого доступа. Как его заобьюзить? Очень просто. Достаточно поочередно обращаться к ячейкам памяти, которые соответствуют одному и тому же, одной и той же строке кэша, но при этом лежат в разных разделах. Например, читать из нуля, читать из четырех. После этого достаточно снова читать из нуля, читать из четырех. Вполне будет достаточно. У нас нулевая строка никогда не произойдет кэш-хит. Потому что нулевая строка как раз кэширует либо нулевое, либо адрес 0, либо адрес 4, либо адрес 8, либо адрес 12. Как заобьюзить кэш ассоциативный, при котором каждая строка может кэшировать вообще любое место в памяти? Единственный способ это совершить обращение к гораздо большему объему памяти, чем влезает в кэш. Тогда, каков бы ни был у нас протокол устаревания, вытеснения из кэша, если мы читаем всю память подряд, 0, 1, 2, 3, 4 и так дальше до упора, то в какой-то момент наши четыре строчки кэша здесь забьются. И когда мы будем читать следующую, пятую, никаких оснований держать в кэше строчку, ну скажем, номер 0, и вместо нее не закэшировать строчку номер 5 нету, и алгоритм, да что такое, алгоритм кэширования так и поступит, и соответственно у нас произойдет кэш-мисс очередной, и так дальше будет продолжаться. Несколько более хитрая стратегия, то есть как прочитать меньше памяти и все равно заобьюзить кэш. Нам доступно, если мы знаем, какой алгоритм вытеснения из кэша используется. Скажем, если он используется случайный, то это все, мы должны прочесть, грубо говоря, в два раза больше памяти, чем есть. И то не факт, может быть какой-то случайный выживет строка кэша. А вот если он примитивный LRU, который less recently used, то есть наиболее старая закэшированная строка вытесняется, то нам достаточно прочитать 0, 1, 2, 3, 4 строчки из памяти в правильном порядке, чтобы больше никогда уже, нет, не 4, 4, да, ну в смысле 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 строчек из памяти в правильном порядке, чтобы кэш, у которого алгоритм вытеснения тупой, самый старый, у нас бы был полностью заобьюзан, вообще неэффективен. Мы читаем строчку 0, 1, 2, 3. Следующей строчкой мы должны читать строчку номер 4, и мы знаем, что она вытеснит строчку 0, потому что строчка 0 самая старая. После чего мы можем смело читать строчку 0, потому что она уже вытеснена, после чего строчку 1, потому что она уже вытеснена и так дальше. Но если прочесть в два раза больше памяти, чем объем кэша, мы по-любому кэш выжим, даже если он какой-то хитрый, и стратегия вытеснения какая-то хитрый. С исключением случайной, конечно, потому что случайно все может быть. Вот. Теперь, собственно, относительно домашнего задания. Домашнее задание состояло в том, чтобы изобрести такой алгоритм, который объюзит кэш двухбанковый, вот как здесь, да, и помещается в кэш четырехбанковый. Что такое частично ассоциативный кэш? Это ситуация, когда у нас каждая вот такая банка работает как кэш прямого доступа, то есть кэширует определенные, только определенные строки в памяти. Но банок таких больше одной, и если мы, например, не нашли наш кэш в одной банке, мы ищем в другой. Соответственно, простейший способ решить домашнее задание состоит в том, чтобы создать, ну, скажем, три или четыре очага активности, то есть четыре места в памяти, из которых мы читаем. В этом случае двухбанковый кэш поведет себя точно так же, как и обычный кэш прямого доступа, если мы читаем с адреса 0, потом с адреса 2, потом с адреса 4, потом с адреса 6, да, мы сначала, это кэшируется, сначала сюда попадается адреса 0, сюда с адреса 2, сюда с адреса 4, сюда с адреса 6, после чего мы можем смело читать снова с адреса 0, потому что он вытеснен уже, потом с адреса 2, ну и так дальше. Вот. А вот если в кэше у нас четыре банки, то чтение 0, 2, 4, 6 только и сделает, что заполнит строчку в этом кэше, в этом, в этом и в этом, в четырех. Если мы после этого снова начнем читать строчку 0, то она отлично окажется закэширована в нулевой банке, ну в первой здесь, здесь почему-то соединиться нумерация, да, строчка 2 будет закэширована во второй банке и так дальше. Вот это мое объяснение следует переложить на условия задачи, где вы, если вы помните, там 16 строчек кэша, а не 2. Вот. Ну и, соответственно, поэкспериментировать. Такие вот дела. Этому, так сказать, я обещал рассказать про домашнее задание, прошлое, я про него рассказал. Хит не обязательно 100% должен быть, потому что, ну мало ли что. Вот. Я, честно говоря, не пробовал добиться 100%, но хита, главное, что ситуация такая, что у нас не будет, он, кстати, будет 100% без учета первого миса, который по отсутствию закэшированной строчки вообще. Вот. Да, то есть, если мы уже ее один раз там закэшировали и наш объем памяти целиком влезает в кэш, мы отлично можем по нему ходить, и все будет хорошо. Так, теперь, значит, сегодня. Да, сегодня мы поговорим про всевозможные, постараемся поговорить про всевозможные ужимки и прыжки, которые придумывают производители железа. Это опять лекция про архитектуру, если кто-то не догадался. Вот. Это не про операционную систему. Всевозможные ужимки и прыжки, которые производители аппаратуры компьютерной делают для того, чтобы обеспечить многозадачность. Про многозадачность мы немножко говорили в самом начале этого модуля. Вот. Вот мы к этой теме возвращаемся. Так, про кэш я рассказывал. Значит, главная фишка многозадачности состоит в том, что мы хотим на одном компьютере, чтобы как бы одновременно выполнялось несколько задач. Вот. Почему это, в принципе, возможно? Об этом у нас уже был разговор, но я повторюсь. Во-первых, потому что у нас, когда мы запускаем реальную задачу на реальном компьютере, эта реальная задача довольно много занимается обменами данных с внешними устройствами, с человеком, вот с этим, с диском, с, там, не знаю, вводом-выводом, с видео, в конце концов, обменом. Мы из разговора, правда, косвенного про внешние устройства знаем, что современные внешние устройства вообще могут самостоятельно заниматься обменом данными. То есть технология Direct Memory Access, которая DMA, позволяет устройство самому положить считанный кусочек данных в память или самому забрать данные из памяти, чтобы записать на себя. В это время наш процесс, вообще говоря, обычно дожидается конца операции ввода-вывода. Ну, например, вы пишете в файл, и пока запись в файл не закончится, смысла продолжать работу нет. Так написана ваша программа, если она там не жутко параллелизована. Что это означает? Это означает, что в это время процессор простаивает. Процессор не занимается вводом-выводом, этим вводом-выводом занимается DMA. Вот. И процессор ничего не вычисляет. Если мы берем задачи из реал-лайфа, всякие интересные, которые, ну, наоборот, всякие неинтересные, которые обычно возникают, то там как раз будет довольно много и какой-то работы процессора, и ввода-вывода. Есть предположение, что такие задачи можно выполнять в рамках одного процессора почти параллельно. Еще одно соображение, тоже важное. Это соображение связано с самым медленным внешним устройством, подключаемым к компьютеру, а именно с человеком. Человек, вообще говоря, все равно задачка отработала одну микросекунду или одну миллисекунду. То есть вы не заметите разницы. Более того, те внешние устройства, которые будут сигнализировать вам о том, что задачка отработала, будут работать с гораздо медленнее, скоростью вот просто на порядок медленнее. Вот. И в эту разницу не заметите даже не потому, что вы такой тормоз, а потому что внешние устройства такие тормозы. Это, конечно, все грубо говоря, потому что, понятное дело, что общее процессорное время для выполнения задачи отнюдь не миллисекунду, тем более не микросекунду занимает. Вот. Но идея в том, что если задачка выполняется очень быстро и очень-очень быстро, то для человека это, в общем, без разницы. Идея хорошая, плодотворная. Вот такие соображения нас приводят к тому, что хотелось бы, конечно, научиться запускать несколько задач одновременно на нашей операционной системе. Сразу скажу, что так всегда и делается. Ну, например, в таком типичном... Сейчас, я лучше по науке сделаю. Вот. В типичной операционной системе вот у меня, например, вот столько одновременно запущенных задач. Тут, правда, вот это в квадратных скобочках. Это не процессы пользователя, это различные подсистемы ядра. Но, в общем, это не так важно. Мы об этом, может быть, успеем поговорить в этом модуле. Вот. Важно понимать, что в планировщике заданий у меня 168 одновременно выполняющихся задач, из которых, в общем, довольно изрядная часть является... Давайте сделаем вот так вот. Раз уж, чтобы было видно. Из которых примерно 90 являются процессорами, процессами, запущенными с каких-то вот... Ну, короче, работающими процессами в нашей системе. Вот. Остальное части ядра, как я уже сказал. Ну, там один Firefox чего стоит, смотрите. Раз, два процесса, три процесса, четыре процесса, пять процесса, шесть процесса. Вот вам многозадачность. Вот. Какие встают проблемы, которые требуют решения, если мы говорим про многозадачность? Ну, самая первая проблема – это какова стратегия организации этой многозадачности. Ну, тут все примерно одинаково у всех. Эта штука называется вытесняющая многозадачность. Вот. Ситуация, когда у нас процессорное время поделено на такие кусочки. Вот. И в течение каждого кусочка работает только одна задача на одном процессоре. Предположим, у нас процессор один. Про мультиядерность мы поговорим в самом конце. Вот. Боюсь, что это опять будет разговор такой очень наспех, но что поделать. Времени у нас катастрофически мало. Так вот, ситуация вытесняющей многозадачности, когда у нас процессорное время поделено на кусочки, и каждый кусочек отводится одной задачей. Потом они меняются. Что нужно с точки зрения аппаратуры и вообще организации такой вытесняющей многозадачности? Во-первых, нужна поддержка прерывания по таймеру аппаратному. У нас каждую сколько-то там миллисекунд должен происходить какой-то дерг нашего процессора, который наша операционная система должна распознавать, и на каждый такой дерг принимать решение, какой задачи приступать к работе, а также куда девать ту предыдущую, если она не закончила работать. Вот. И это проблема номер два. Это проблема номер два, которая называется переключение контекстов. То есть, смотрите, вот у нас поработала немножко одна задача, что-то порешало. У этой задачи была занята оперативная память какая-то, кодом и данными, и она что-то загрузила на регистры процессора, что-то в данный момент вычисляла. Тут шмяк, приходит прерывание по таймеру. Планировщик говорит так, ты пока все, давайте следующую задачу. Что при этом происходит? Он должен сохранить весь контекст процесса, то есть регистры, которые эта задача использовала, куда-то сохранить, в том числе регистр флагов, если таковой существует, регистр, указатель на инструкцию, программ-каунтер, ну и так дальше. Вообще говоря, надо как-то приберечь еще и всю занимаемую задачу память, но с этой задачей справляется, с этой проблемой справляется другая подсистема, подсистема виртуальной памяти, о которой мы еще поговорим. Вот. После чего нужно подгрузить откуда-то контекст другой задачи, той самой, которая сейчас будет предоставлена чанка процессного времени, кусочек. Вот. То есть регистры, флаги, вот это все. И продолжить работу. Здесь возникает вопрос, как реализовывать вот эту операцию переключения контекстов. Аппаратно или программно? Мы с вами, кажется, не дошли до этой темы во втором модуле. Вот. Но я, кажется, замечал, что время показало, что аппаратная реализация переключения контекстов довольно дорогая штука, потому что мы заранее не можем предположить, например, все регистры нам сохранять, или только некоторые, или сохранять ли регистры плавающегося процессора математического, или оставить как есть, или что делать с оперативной памятью. Короче говоря, с учетом того, что все современные процессоры, они еще и суперскалярные, и у них на микропрограммном уровне работает конвейер, и у них работает какая-то оптимизация, и еще что-то, и они анализируют наши инструкции на лету, чтобы их правильно потом по-быстрому реализовать. Короче говоря, с учетом того, что на нашем типичном процессоре миллионы, а то и миллиарды ключей, внезапное запасение специальной инструкции аппаратное переключение контекстов, которые сохраняют куда-то регистры, откуда ты их вспоминаешь, оказывается ненужной операцией. Но раньше такие были точно. Потому что это как бы, ну вот мы рассчитываем, что операционная система будет этой инструкцией пользоваться. Вот. И еще одна фишка, которая непосредственно вытекает из того, что я говорю, если вы хотите запустить на своем компьютере две задачи, на самом деле вы хотите запустить три, потому что третья задача, это будет, собственно, планировщик, который будет переключать вот эти две. А вот. Про планировщик мы тоже чуть-чуть поговорим, если опять-таки успеем. Вторая важная проблема, которая перед вами, как перед создателями такого многозадачного компьютера возникнет, это обеспечение, правильно говорить обеспечение, обеспечение защиты памяти процессов друг от друга, если они хотят того, если они того хотят. Смотрите. Предположим, вы загрузили две задачи в память. У каждой занимает свой кусочек адресов. Вот. Туда, значит, ну адрес кода понятно, и что для нас сейчас важнее, адрес данных. То есть одна задача у нее есть в памяти кусочек данных, и другая задача у нее в памяти есть где-то рядом другой кусочек данных. И эта задача пишет, читает сюда, а эта задача пишет, читает сюда. Не дай бог вы какую-нибудь ошибку совершите, и так совершенно случайно в том месте, где вы обращаетесь к памяти, будете обращаться не сюда, а вот сюда. Писать туда, например. Вообще говоря, такое вполне может быть. Мы с таким не встречались никогда, потому что, когда мы писали про Марс, под Марс программы, помните, там карта памяти была всегда одинаковая. Как если бы мы собирались запускать только одну задачу на этом Марсе, что, собственно, было правдой, да, там две задачи мы не научились запускать. Вот. Как только мы захотим запустить две задачи, все эти стандарты, стандартные адреса, там, 0x1001.4.0, 40400, ну и так дальше, 44.0, становятся, в общем, фикцией, потому что одна программа занимает одно место в памяти, другая, другое, и наша задача обеспечить безопасность, запретить доступ. Как это можно сделать? Ну, есть как бы три способа. Самый такой, скажем так, кажущийся самым сложным, но на самом деле нет, это запретить доступ к программам. Пускай у нас, наша многозадачная система, так устроена, что каждое обращение к памяти вообще не является просто обычной ассемблерной командой чтения из памяти, а является, ну, например, системным вызовом, которому вы передаете некий адрес, система принимает решение, ваша это память или нет, и потом она возвращает вам значение. Понятное дело, что это дико медленно, понятное дело, что это тоже можно как-то нарушить, если, например, писать прямо на ассемблере, но если вы используете какие-то большие большие системы программирования, в особенности с виртуальными машинами внутри, например, Java, то программная изоляция, программная изоляция адресных пространств это, в общем, реальность. То есть, если вы пишете программу многозадачно, многотредовую на Java, вы вполне можете рассчитывать на то, что сам Java-движок, сама виртуальная машина Java вам обеспечит недоступ к чужой памяти, даже если вы это очень захотите, а тем более, если вы это сделаете случайно. Вот. Обратный вариант это когда у вас такая поддержка полностью аппаратная. Грубо говоря, у вас аппаратная поддержка множества процессов, то есть, на уровне процессора у вас заводится процесс номер 0, процесс номер 1 и так дальше. И когда ядро выделяет данному процессу память под код и под данные, эта память тоже внезапно помечается такими номерами. Вот эта память принадлежит процессу номер 0, вот эта память принадлежит процессу номер 1. Прям тегированная память. Вот. Удобная штука, потому что можно, вообще говоря, доказать математически, что доступ из контекста одного процесса к контексту другого невозможен. Да? если вы показываете, как у вас реализовано обращение, аппаратным образом обращение к тегированной памяти, вы можете говорить, процесс номер 0 никогда не сможет прочитать данные процесса номер 1, ну и тем более записать, если вот процедура, которая аппаратно реализована, которую я описываю на процессоре, верна. Вот. Мне известно не так уж много архитектур с тегированной памятью, вот, но, например, российский процессор Эльбрус и компьютер на его базе, они как раз используют именно это, именно поэтому, несмотря на очень высокую математическую производительность, они еще и векторные, векторные, кажется. Вот. Нет, они еще и суперскалярные, там, то, что называется длинные инструкции. Вот. Влив, очень длинные инструкции. Вот. Так вот, несмотря на то, что они довольно быстрые в смысле математики, Эльбрусы, они довольно медленные в смысле обычного Linux-ядра, потому что каждый системный вызов, это ходьба в множество разных мест оперативной памяти, каждый из них тегированный, все это нужно проверять, ну и так дальше. Впрочем, говорят ребята из соответствующего заведения, которые делают эти Эльбрусы, сейчас что-то такое оптимизируют в Linux. Обещают, что там в 10 раз повысить производительность. Имеется в виду именно Linux-ового ядра. Вот. Есть еще такой слегка устаревший вариант, который, правда, в результате выдал нам собственно ту технологию, которая используется сейчас повсеместно, это изоляция адресов наших процессов, ну так скажем, топологическая. Идея в следующем. Вот у нас есть какой-то адрес, который наш процесс использует. В действительности, в реальной оперативной памяти, то, что называется physical memory, этот адрес, который использует наш процесс, соответствует какому-то другому. И вот до этих других адресов, которые физические, мы доступиться не можем, а можем только манипулировать нашими виртуальными адресами, довольно такой типичный пример самой такой ранней реализации подобного рода подхода, и это процессор IBM C E286, E286, то, что называлось, нет, оно так и называлось, E286, в котором он был еще не до конца 32-разрядный, в нем, например, система команд предусматривала только 24-разрядную адресацию. Вот. И, соответственно, что можно было сделать? Можно было ввести косвенную адресацию через регистр, в котором хранилось смещение в настоящей 32-разрядной памяти. И у вас, ну, и, соответственно, умноженные там на сколько-то, на 8 битов сдвинутые. И, соответственно, когда вы обращались по адресу, ну, допустим, 0, для вашего процесса адрес регистра, там он назывался, кажется, DS, дата-сегмент, составлял еще там 16-ричную там 100 тысяч, и в результате вы попадали в физическую память не по адресу 0, а по адресу 100 тысяч. А в другом процессе было не 100 тысяч, а 200, соответствую 0. Вот такие дела. Эта же самая технология используется похожая, используется в современном понятии виртуальной памяти, о чем мы поговорим отдельно. Топологическая как бы защита в том смысле, что адреса, которые используют обычный процесс, они виртуальны, то есть мало кто знает, что слово virtual по-английски означает настоящий, наблюдаемый вживую, а не наоборот. Так вот, виртуальный в том смысле, что для ваших процессов адрес 0 виртуальный, он вполне себе настоящий, вы обращаетесь по адресу 0, именно его вы используете. А в результате вот этой трансляции, вот этого преобразования адрес 0 процесса 0 оказывается адресом 100 тысяч в памяти, адрес 0 процесса 1 адресом 200 тысяч в памяти и так далее. Еще одна проблема, связанная с многозадачностью, напоминаю, это так называемый overcommit. Ситуация, когда у вас одновременно вы хотите обеспечить работу нескольких процессов, и каждый процесс захапал в себе много-много памяти. Ну, это, в общем, нормально. Если у нас на компьютере памяти, ну, скажем, ну, не знаю, 4 гигабайта, я, наверное, не могу написать программу, которая захочет 2 гигабайта. А еще, кроме меня, таких человек пятеро. И мы запускаем 5 программ, каждая из которых потребляет 2 гигабайта памяти. А их всего 4. С одной стороны, есть, конечно, соблазн сказать, не, ребят, так не надо, вот первый, кто запустил программу, ему отдали 2 гигабайта, всем остальным до свидания. после второго, до свидания. Вот. А может быть, и после первого, потому что там же еще ядро где-то должно крутиться. Вот. Но это очень неэффективно. Это точно так же неэффективно, как блокировать работу процессора ради одного задания, то есть отводить работу процессора только одному заданию, а это задание в это время будет не использовать машинное время, а, например, ждать результата операции ввода-вывода. Вот. Какие есть на этот счет техники? Во-первых, сама операционная система может говорить так, тебе нужно 4 гигабайта, хорошо, будет тебе 4 гигабайта потом. Прямо сейчас же тебе не нужно 4 гигабайта, а потом будет. И так каждому процессу. Вот. Идея стоит в эксплуатации принципа пространственной локальности. Скорее всего, наша программа не будет написана таким образом, что она будет обращаться ко всем местам в этих 4 гигабайтах одновременно. Скорее всего, она будет жевать сначала один кусочек, потом другой кусочек, потом третий кусочек. Ну и мы можем к этому привинтить какую-нибудь хитрую штуку, которую будет держать в памяти, в оперативной памяти только кусочек, а ненужные кусочки не держать. Эта хитрая штука называется своппинг, или точнее пейджинг, потому что своппинг это такое устаревшее понятие, я чуть позже про это поговорю. Вот. И она уже требует немножко аппаратной поддержки. Идея своппинга состоит в том, чтобы в действительности держать в оперативной памяти только нужные части памяти, заказанные нашими процессами, а всю остальную память выгружать на диск. А если она вдруг понадобится, подгружать обратно. Диски у нас большие, они гораздо больше, чем оперативная память, они, правда, паразиты гораздо медленнее, да, там, в тысячи, в десятки тысяч раз, в миллионы раз медленнее. Ну и ладно. Да. Не совсем по теме, но когда в видеокарте тоже есть память, она используется тоже, только как оперативная приоритетная память? Смотрите, с видеокартами ситуация следующая. Видеокарты бывают, как мы помним, интегрированные, дискретные. Вот. Это, в общем, конечно, рыночное наименование, но если покопаться вглубь, между ним есть важное отличие. Дискретные видеокарты это такой девайс, который вы вставляете в свой компьютер. У него свой собственный процессор на борту, как правило, не один. У него своя собственная память на борту. И в этот процессор еще внедрено довольно много специфических очень команд, там процессор отдельный совершенно, специфических команд по именно, что обработке графики. Давайте. Там даже есть такая фича у всех современных карт видео, там переменное количество ядер вы можете организовать несколько потоков обработки, столько, сколько хотите вашей информации. Потому что это часто бывает нужно. Когда мы просчитываем какие-нибудь меши, какие-нибудь треугольнички на экране, мы можем это делать в несколько потоков, столько потоков, сколько у нас, ну, скажем так, у нас персонаж движется, вот, и еще один движется. И вот, значит, сколько потоков, столько обсчетов. Ну вот. А что касается интегрированной карточки, то это по большей части только поддержка этих специфических мультимедийных команд прямо на процессоре. Все остальное интегрированная карточка обычно берет прямо из того железа, на котором процессор работает. То есть, она задействует оперативную память вашу, да, и она задействует процессорные мощности тоже ваша. Вот это последнее, ну, это такое утверждение слишком смелое, потому что, понятное дело, что если обсчет тех же мешей это отдельный узел нашего процессора, он вполне может функционировать отдельно от него, в параллель с основным СПУ. Вот. Так что ответ в общем сложности и так, и так. Зависит от дороговизны устройства. Более того, вы можете, как, поскольку дата аналитики, да, вы можете иметь дело с железяками, которые специально предназначены для обсчета данных именно на видеокартах. Всякие тензорслоу, тегры, вот это вот все. Это вот ровно оно, когда у нас на самом деле главная математика выполняется на видеокартах, а не на процессах. Возвращаемся к нашему разговору. Значит, почему все когда-либо перекинут на видеокарты? В чем идея? Как обычно, идея состоит в том, что развитие компьютерной техники идет поступательно и началось там без малого сто лет назад. Да? Отрасль дошла до такого состояния, что дешевле на рынок выбросить прямо сейчас устройство, в котором есть отдельная видеокарта, отдельный процессор. Более того, вам, как специалисту, дешевле и проще написать программу с использованием офигительных библиотек, которые предоставляют вам разработчики видеокарт, куда какая-нибудь, да, инвидиевская, которая оперирует ситуациями, вот у вас есть где-то процессор, а еще у вас есть там дюжина видеокарт, вставленных в ваше железо. Значит, это проще с рыночной точки зрения, это проще с аппаратной точки зрения, это проще с научной точки зрения. В идеале, конечно, надо было разработать какой-нибудь идеальный процессор, который умеет все сразу и одновременно. Но нет. Я ответил на вопрос. Вот. нет, ну то есть идея как раз в том и состоит, что все наши железяки созданы под решение конкретной задачи, а потом так и остались. Вот я, собственно, про это рассказываю прямо сейчас. Наши железяку создали как проще под конкретную задачу, потом так и оставили. Есть на самом деле еще одна интересная проблема, связанная с многозадачностью, это эффективность кэша. Вот ровно то, что я говорил в начале лекции. Смотрите, если у вас горячих областей в памяти больше, чем банков в кэше, то есть мест, откуда вы постоянно читаете и пишете, расположенных в разных местах оперативной памяти, то велик шанс, что эти места начнут мешать друг другу конфликтовать, если вы используете кэш прямого доступа. Помним, в чем главное отличие кэша прямого доступа от кэша ассоциативного. Кэш ассоциативный тем медленнее, чем он больше. Очень бы клево было все хранить в ассоциативном кэше, но в ассоциативном кэше происходит поиск тега. Мы должны посмотреть все наши ячейки или в случае множества ассоциативного кэша все банки на предмет того, в какой из них находится тег. Поэтому, если наш ассоциативный кэш большой, эта операция поиска становится долгой. А кэш прямого доступа очень быстрый, очень тупо аппаратно реализуемый и отлично превращается в тыкву, если у нас количество горячих областей в памяти много. А в случае, когда у нас запущено одновременно много процессов и они раз в несколько миллисекунд переключаются, это ровно тот случай, когда у нас горячих областей в памяти, то есть мест, где в данный момент происходит активность, а через миллисекунду вот здесь, а через миллисекунду вот здесь, ровно столько, сколько у нас процессов в памяти. Сколько у меня там было? 91, да? Значит, 91 область в оперативной памяти занята сейчас каким-то кодом, который постоянно выполняется, с учетом вытесняющей многозадачности то один, то другой, да? Такая же фигня с оперативной памятью, там может быть и больше областей. Ну и в результате мы получаем ситуацию, что кэш прямого доступа работает довольно плохо, а социативный кэш довольно маленький. И он тоже не работает. Так какой же нам выбрать? Кэш прямого доступа или ассоциативный? Правильный ответ. Выбрать оба. Сделать быстрый кэш прямого доступа, но маленький, он любого размера. Сделать кэш прямого доступа большой, настолько большой, что он покроет возможные горячие точки. И сделать кэш ассоциативный, маленький, который будет держать только самые-самые горячие вещи. Поэтому в современных процессорах два уровня кэшей. На самом деле не только поэтому, еще и потому, что когда вы занимаетесь кэшированием того, что наплодил один конкретный процесс, то у вас на самом деле очень разные стратегии по кэшированию области кода и области данных. Ну, например, область кода обычно считается вот так вот, а область данных может прыгать. Например, в области кода вы всегда читаете по одной ячейке каждый раз, а в области данных вы, например, можете читать большой блок, а потом надолго про него забыть, потому что что-то вычисляете. В общем, по-разному бывает. Так что на уровне, когда вы кэшируете прямо вот там внутри, ну, например, можно сделать два разных директ кэша, один для данных, другой для коди. Возможный вариант. Это тоже проблема, которая возникает перед нами, когда мы проектируем много задачной системы. Вот. Соответственно, внезапно мы вынуждены менять стратегии кэширования и даже делать двухуровневый кэш, чтобы этому соответствовать. Такие дела. Теперь немножко разговора по виртуальную память. Виртуальная память это такой гибрид между полностью аппаратной защитой где тут у нас? Да. Полностью аппаратной защитой памяти и защитой, так сказать, топологической, которая одновременно с решением проблемы защиты решает также и проблему написания собственно программ, которые внезапно попадают то в одно место оперативной памяти, то в другое и мы в общем не знаем заранее в какое. Вот у нас из этих 91 программы непонятно какая из них в каком месте в памяти лежит. Мы попробуем сегодня на практике посмотреть в каком, но вот не факт, что успеем. Или не факт, что у меня получится. Идея виртуальной памяти состоит в следующем. Ну собственно, вот она, вся идея виртуальной памяти. Она состоит в том, что у каждого процесса есть адресуемая память, начинается она прямо с нуля и заканчивается ну каким-то адресом. Тут правда какой-то фу-фу-фы, ну хрен бы с ним, фу-фу-фы. А, нет, да. Здесь не написано. Да, к сожалению, здесь вот на этой картинке, видимо, потому что это слишком очевидно, что у каждого процесса память начинается с нуля и заканчивается каким-то числом. Запущен, он заказал гигабайт. Значит, у него память начинается нулем и кончается гигабайтом. И у другого процессора память начинается нулем и кончается, ну скажем, тоже гигабайтом, может быть, двумя. И у третьего, и у четвертого. И адреса, которые вы используете при работе с этими процессами, они все тоже начинают с нуля. Ну вот как если бы мы писали для Марса, где у нас область данных всегда адресуется, 0x1001400. Понятное дело, что если вы написали два таких процесса и пытаетесь их одновременно запустить, ничего хорошего не произойдет. Вот тут нам на помощь приходит трансляция адресов, которая говорит буквально следующее. Значит так, вот у нас есть процесс 1, у него один кусок памяти, называемый страницей, в действительности маппица 0 превращается в fff и попадает вот сюда. Второй кусок памяти, который начинается отсюда, fff00, попадает вот сюда на самом деле. Третий кусок памяти, который вообще разделяемый, попадает вот сюда. А вот это реальные физические адреса, к которым ходит наш процессор. Итак, процесс. Итак, у нас три, здесь вот на картинке три странички. Вот это одна страничка, вторая и третья. И в действительности первая страничка попадает вот сюда, в настоящую оперативную память. И здесь уже какой-то адрес, видите, он какой-то. Вторая страничка, где она, вот она, попадает вот сюда, в физическую память настоящую, а третья вот сюда. Теперь у нас есть второй процесс. У нее тоже три странички памяти. Первая отмаплена куда-то вот сюда глубоко. А, она вообще уехала на диск в своп. Потом посмотрим. Пока без свопа. Вторая страничка попала вот сюда, а третья вот сюда. Собственно, на этой картинке есть все три интересные технологии, про которые я хотел сегодня поговорить. Это, собственно, виртуальная память как таковая. Пейджинг, то есть откачка страниц на диск. И разделяемая память. То есть ситуация, когда один и тот же процесс внезапно лезет к одному и тому же сегменту памяти. В действительности. Я правда думаю, что ничего более хитрого, чем то, что на этой картинке придумать довольно нельзя. Единственное, что требуется от разработчика процессора, это организовать такую табличку, в которой эта трансляция будет как-то отражена и потом эту трансляцию аппаратно поддерживать. То есть теперь у нас каждый процесс обращается по адресу, скажем, 0, а в результате он обращается куда-то вот сюда. И вот эта трансляция должна быть поддержана аппаратно. Не такая простая штука на самом деле. Вот. Технология называется Translation Look-Aside Buffer или TLB. Можете пояснить еще раз вот эту штуку конкретно? То есть я хочу обратиться там, что-то, чтобы в левом. Слушайте, я, наверное, нарисую свою собственную картинку, потому что это плохая картинка. Давайте я прямо сейчас нарисую. В Википедии еще хуже картинка. Это картинка с какого-то другого места. Нет, я бы сейчас тут нарисую. Да, конечно. А потому что не буквами, а шестеричными цифрами. Вот. Смотрите. Вот у нас есть первый процесс. Нулевой. У него есть адреса, начиная с адреса 0,0,0 и заканчивая адресом, ну не знаю, там, это тысячный, там, да, там, ну не знаю, ну там, c, 0,0, 0. Лишний 0. Вот. Вот так. Понятное дело, что на самом деле там их гораздо больше, но чтобы лишние нули мне не рисовать. Этот диапазон, ну, разделен, ну, допустим, ну, не знаю, там, на три странички. 0,0, сколько там, 4000, 4000, не включая, понятно, последний, 4000, 8000 и 8000. Ну, c, 0,0,0. Смотрите. Давайте посмотрим. Да, я забыл это рассказать. Мы сейчас нарисовали адреса оперативной памяти. Да, вот это, это пейдж номер 1. Ноль, естественно. Это пейдж номер 1. А это пейдж номер 2. Вот. Потом мы лезем в ТЛБ. В ТЛБ написано, что у нас есть процесс 0. Что у него пейдж номер 1, номер 0, пейдж номер 0, соответствует адресу 0x1001.4.0. 1, ну, 0 лишний. Что у него пейдж номер 1 соответствует адресу 0x. Да, ну, вот так вот. Пускай будет 6-ти стричные цифры. Ну, допустим, и что у него page 2, соответствует, ну, не знаю, там. И вот это уже адреса в оперативной памяти. Причем, как видите, они вполне могут идти неподряд. Короче, где нашлось свободное место, туда и положили. Соответственно, когда мы читаем с адреса 0, пишем что-то типа, что там, прямо вот так. Мы помним, что в Марсе это делать нельзя. Но в данной картинке, в данной модели памяти это делать можно, потому что в результате, у нас в результате трансляции, мы приходим вот сюда, вот, и сюда на самом деле попадает. Такая же штука происходит, когда мы, допустим, читаем со смещением, ну, скажем, или давайте здесь напишем 64, шестеричное, да? А здесь, соответственно, будет… Сколько 64 это? Блин, забыл. 4, 40. Ладно. Ну, окей. Чтобы вас не путать. Как-то он сам придумает, как ему оптимально нарезать. Вот. И здесь вопрос. Как нам нарезать обольшую оперативную память, чтобы раздавать ее этому маппингу? Если у нас будут странички слишком маленькие, размер TLB будет огромен. А, как видите, по нему надо производить поиск. Ну, или, по крайней мере, какую-то трансляцию. Эти странички надо заполнять. Если у нас странички будут большие, размер TLB будет маленький, но зато overhead будет большой. Предположим, мы заказали, не знаю, там, 3 байта памяти. Ну, 3 байта мы не сможем, окей. Да? 40. Не важно. Ради 40 байтов отводить там гигабайтную страничку, это, конечно, было глупостью. Вот. Я, кстати, не помню, какого размера современные странички памяти. Кажется, 4 килобайта. Могу соврать. Да. Это просто такая абстракция, чтобы понимать трансфер участок памяти. Да, да, да. Они просто теперь меряются в страничках. Точно так же, помните, как у нас кэши мерялись в строчках. Вот. То есть, как происходит, спускается процесс, мне нужно 3 гигабайта памяти. Да. Ему ядро говорит, окей, сейчас. Первым делом, оно создает контекст процесса, вот в смысле запись в ТЛБ. Вторым делом, одно смотрит, какие у него есть свободные странички физической памяти. Значит, они уже нарезаны или как? А как еще? Нужно же представлять, какая память занята процессами, а какая нет. То есть, она именно сегментирована, память разбита на... Логически. Исключительно логически. Ну, никакой аппаратной разбивки памяти на странице нет. Есть просто у ядра, как у ядра операционной системы, представление о том, какие кусочки, какие диапазоны адресов она уже выделила, а какие нет. Да, пустые куски и не пустые куски. Грубо говоря, грубо говоря, конечно, так не происходит. Вы можете пройтись по всему ТЛБ и посмотреть, какие куски уже выделены. И третьим делом, в соответствующую запись ТЛБ вставляются номера, вставляется вот такое картирование страниц, да, где слева лежат адреса страниц, которые были пустыми, и которые ядро выделил для данного процесса, а справа мы просто вот, это было право, а слева мы просто говорим, вот это нулевая страничка, это первая, это вторая. Если в процессе работы программа потребует еще памяти, происходит все то же самое. Мы говорим, окей, вот тебе еще одно, и оно начнется со следующего адреса, да, там вот у тебя до C00 было, я хочу еще тысячу, окей, будет до D00, и вот тебе страничка. Странички? Зависит от аппаратной архитектуры. Говорю, обычно 4 кБ, то я могу собрать, я честно, вот могу сейчас в Википедии при вас посмотреть, если хотите, но мне кажется, это не очень важно. То есть размер страницы виртуальной памяти меняется в зависимости от того, какого наше представление о размере ТЛБ с одной стороны и эффективности использования виртуальной памяти с другой. Можно даже как сделать? Можно ведь внутри, скажем, программы на C, сделать такой свой собственный менеджмент. То есть мы заказали мегабайт сразу, а потом в этом мегабайте уже сами ковыряемся, исполняющая система C выделяет память, удаляет память, и все это отношение к операционной системе не имеет никакого. Буферизованная такая работа. Так тоже можно, так тоже делается. Вот. Это, кстати, мы, правда, говорим про архитектуру, а это вопрос про операционную систему. Это, кстати, возникает вопрос о учете вот этих всех свободных страниц. Если держать список 4-килобайтных страниц, а память у тебя там терабайт, он все равно будет очень большой. Их надо как-то агрегировать, как-то сливать в большие куски, потом этих кусков отпиливать. Ну, в общем, в результате в операционной системе может быть довольно сложной логика вот этого выделения и потом обратного освобождения. Вот. Такие дела. я надеюсь, стало более понятно. Ну, собственно, мы как раз прошли вот этот кусочек про то, что это странички. Вот. Тут есть один вопрос, на который мы натыкаемся уже не первый раз, и, видимо, этот вопрос следует опять-таки внести в список того, что должно быть организовано в нашем процессоре. Поскольку эта штука выполняет, да, значит, эта штука выполняет две функции. Виртуальная память выполняет две функции. Первая – это организация простого и понятного адресного пространства от нуля до чего-то там внутри каждого процесса. Второе – это защита памяти. Поскольку функция защиты памяти немаловажна, вообще говоря, хотелось бы, чтобы операции оперируют с ТЛБ мог только один-единственный процесс в системе, то есть ядро. А обычные процессы, чтобы в ТЛБ даже лазить не могли. Это порождает разделение режимов работы процессора на режим супервизора и режим пользователя. Пользователь – это не тот, который залогинился в систему. Пользователь – это, скажем так, обычный процесс, которому недоступны некоторые виды команд в системе команд. В частности, обычный процесс не может вообще никак получить доступ к физической памяти, только через ТЛБ. Обычный процесс не умеет оперировать, собственно, самой ТЛБ. И если в вашей архитектуре есть аппаратная поддержка контекстов, скажем, процесса, обычный процесс не умеет оперировать аппаратной поддержкой контекстов процесса, а может только попросить это операционной системы. Операционная система, а точнее, ядро операционной системы. Это, собственно, единственный процесс в системе, который работает в режиме супервизора, то есть в таком режиме работы процессора, когда доступны ТЛБ, доступны таблицы процессов, и все это можно модифицировать и через это, собственно, реализовывать то самое, что должна делать операционная система. А что она должна делать? Унификация, разделение доступа и учет ресурсов, в данном случае оперативной памяти. Такие дела. Вот. Значит, теперь у нас возникает две интересные подробности. Интересная подробность номер один. Это так называемая разделяемая память. Мы можем захотеть, чтобы два наших или больше наших процесса пользовались одним и тем же кусочком оперативной памяти и передавать через нее информацию друг к другу. Это как Маша с Дубровским переписывалась через дупло. Вот примерно так. Мы в это дупло положили письмецо, а кто-то возьмет из этого дупла письмец. Идея состоит в том, чтобы позволить нескольким процессам в реальности работать с одним и тем же физическим адресом памяти. При этом, обращая ваше внимание, номер странички может быть разный. Вот здесь на картинке он и тут, и тут третий, но это совершенно необязательно. Главное, чтобы размер совпадал, понятное дело. А вот где он реально будет, не так, где он будет виртуально замаплен в пространстве памяти разных процессов, это, в общем, совершенно не важно. Вот. Проблема здесь вот в чем. А как организовать этот доступ? Предположим, два процесса захотели туда записать. Оба. Ну, один пописал, потом шмяк, случился прерывание по таймеру, второй тоже пописал. А первый думает, что туда никто не писал, он продолжает писать дальше, внахлест. То есть встает вопрос о разделении такого ресурса, и тут возникает штука, которая называется семафор. Я думаю, что мы про разделяемую память и семафор сделаем лекцию и вот про вообще inter-process communication, межпроцессное взаимодействие, сделаем одну лекцию по операционным системам, и там попробуем это все попрограммировать. Вот. Сейчас мы только говорим, что есть такая проблема, и она должна как-то решаться. И последняя фишка, последняя фишка, связанная с виртуальной памятью, это, собственно, свопинг и пейджинг. Помните нашу ситуацию, связанную с интеркоммитом, которую я с самого начала заявил? О, интеркоммитом. Мы загрузили, у нас в операционной системе одновременно работают 4 процесса или 5 процессов, каждый из которых хочет по 2 гигабайт памяти, а всего памяти 4 гигабайта. Как одно впихивается, это вот невпихиваемое EMA? Ответ очень простой. Если мы исходим из принципа адресной локальности, пространственной, то мы предполагаем, что, да и временной на самом деле локальности тоже, в каждый конкретный момент времени абсолютно вся заказанная нашими процессами память не нужна. Во-первых, потому что каждый процесс работает только с некоторым подмножеством той памяти, которую он доказал. И во-вторых, потому что сами процессы тоже работают на самом деле не одновременно, а по очереди. Вот. Поэтому наиболее ненужные страницы памяти, которые давным-давно не использовались или еще по какой-то другой причине признаны ненужными, мы можем временно выгрузить на диск. Пускай там валяются. А когда они потребуются, загрузить оттуда обратно. Вот. И это, в общем, довольно разумная штука, именно потому что локальность, она не дремлет. Вот. Этот процесс, вообще говоря, по науке называется пейджинг или выгрузка страниц памяти. Но почему-то есть более популярный термин, который называется своппинг. Вот. В действительности своппинг – это выгрузка целиком процесса на диск. Когда у вас уже совсем-совсем не хватает памяти, вы действительно запустили пять процессов по два гигабайта, и каждый из них действительно сожрал по два гигабайта, операционная система говорит, ну все, вот этот процесс давно не запускался, давайте я его запишу весь, вот весь контекст, всю его оперативную память, вообще все, что он, вот, все это запишу на диск, а когда он понадобится, мы его вспомним. Довольно типичная ситуация, когда вы видите пейджинг в работе, это вы что-нибудь делаете с компьютером, а у него постоянно моргает диск. Проводите мышкой, моргает диск, нажимаете на какие-то клавиши, моргает диск. Что это такое? Это активизация каких-то выгруженных на диск страниц памяти, например, связанных с подсистемной ввода-вывода, которая с точки зрения операционной системы уже целую секунду, то есть очень-очень давно не происходила. Вы нажали на кнопочку, оп, он подгрузил это дело с диска и начал работать. Особенно в ситуации, когда реальной оперативной памяти мало, и свопинг это очень-очень важный процесс, нужный постоянно происходящий. Если у вас все программы умещаются в оперативную память, то зачем нам вообще пейджинг? Оно и так работает. Вот это на самом деле разговор про операционные системы, а именно диспетчеризация процессов. Вот. Я вот думаю, насколько имеет смысл про нее говорить сейчас или лучше это перетащить в лекцию про операционные системы. Давайте перетащу. У нас есть 10 минут на то, чтобы разобраться с на самом деле огромной отраслью современной компьютерной промышленности, которая имеет суммарное такое определение многопроцессорность, а еще есть такое слово виртуализация. К сожалению, про виртуализацию у меня ничего в плане нет, но я так расскажу, потому что разбираться мы с ней не будем, точнее будем, но на пальцах. Сначала про мультипроцессорность. Типичный пример ситуации, когда некоторое технологическое решение технологически дешево, инструментально дешево, но приводит к необходимости решать дикое количество проблем, которых раньше не было. идея в чем? Возьмем обычный компьютер, в котором есть один процессор, одноядерный для начала, и воткнем туда второй процессор. Что мы получим? Ну, в мечтах мы получим двойной прирост производительности. Что мы получим в действительности? Убийство кэшей, потому что на каждом процессоре свой кэш, и ходят они, внимание, одновременно, теперь уже действительно одновременно у нас два процессора, к одной и той же оперативной памяти. И вот один процессор что-то записал в кэш, а второй в это время читает это же из памяти. Понимаете, да, в чем проблема? Если раньше, когда мы говорили, что у нас однопроцессорная, одноядерная система, мы могли содержать кэш в частоте и порядке просто путем отслеживания, кто когда туда пишет, и синхронизации содержимого кэша, и содержимое оперативной памяти, то как только у нас количество одновременно действующих подсистем становится больше одной, мы должны задумываться о том, насколько эти кэши вообще когерентны, то есть насколько они вообще соответствуют действительности. Вот мы записали в кэш, в память еще не записали. И в это время другой процессор внезапно из памяти из этого места читает. Что делать-то? Сказать, все стойте, пускай он сначала запишет, эй, ты записывай, потом только прочесть. Медленно. Устраивать какие-то межкашевые взаимодействия можно, но, предположим, у нас не два процессора, а 64. Это надо ведь каждый с каждым, да, связать? Чтобы каждый каждому говорил. Короче, там начинаются просто песни и пляски народов мира. Вот. Перечислить только названия проблем, которые при этом встают. Проблема уведомления, вот то, о чем мы сейчас говорили, да. Кэш обновился, надо обновить все остальные кэши. Проблема распространения обновлений, да. Что с ним делать? То есть вот я записал в свой кэш, мне что, вот эти данные распространять по всем остальным кэшам или как? Или пускай все подождут, читают из памяти. Проблема упорядочивания таких записей. У нас процессоры все одновременно пишут в память через свои кэши. Надо еще вводить какие-то временные метки, кто когда записал, чтобы случайно не переупорядочить. Сначала один, потом другой. И это, в общем, разные железяки, разные компоненты нашей вычислительной системы. Вот. Тут написано «лысый черт». Да. Если мне не изменяет память, там все свое. Вот особенно в случае, помните, был разговор про интегрированный и дискретный. Дискретная видеокарта абсолютно по-своему устроена. Там есть кэш-инструкции, там есть trace кэш, там дофига всего, но оно локализовано внутри башки видеокарты. Считайте, что видеокарта – это такой специализированный вычислительный компьютер. А как ты? Подключаете несколько видеокартов в отдельном? Да. И возникает такая же проблема. Такая же проблема. Они общаются друг к другу через шину данных. И только так. Соответственно, если у них есть какие-то, значит, разделения доступа, они должны как-то друг друга информировать, они как-то должны пропагировать изменения. Ну и пошло-поехало. Вся та же фигня. Да, то есть, получается, более распространено, да? То есть, чаще видеокарты несколько, чем процессы? Нет, смотрите, мы просто, просто в какой-то момент это, прямо скажем, слегка неполноценная технология обрела такую популярность, что у нас на сегодняшний день одноядерных систем вообще не существует. То есть, мы просто выпускаем, они просто выпускают процессоры, в которых несколько вычислительных ядер под одной крышечкой. Ну вот, скажем, вот здесь вот их, давайте посмотрим, шесть, нет, четыре. Да? Вот. Четыре ядра. Я сильно подозреваю, что если открыть, то там будет один чип. Но он четырехъядерный, фактически работает как четыре процесса. Запрятывание нескольких ядер под одну крышечку, это довольно удобная технология. Опять, как сегодня мы уже тысячу раз говорили, вычислительная и технологически дешевая, но усложняющая все. Потому что мы можем, например, организовать межкошевое взаимодействие по очень-очень высокоскоростным каналам. Прям совсем-совсем. Но она же возникает, как это, навевает еще больше проблем, потому что представьте себе многопроцессорную систему, в которую вводнуто 16 процессоров, в каждом которых по четыре ядра. И начинаются вот эти вот ступени синхронизации. Я уже не говорю про то, что реальный кэш увеличивается еще на одну, на один уровень, и в современных системах кэши в основном трехуровневые. Потому что еще есть свой собственный кэш-процессор. Потом уровень второй кэш-процессор, а потом уровень третий кэш всего. Память-то одна. Вот. Короче, такое. У нас осталось всего две минуты, поэтому я просто отмечу некую область проблематики. На этом остановимся, потому что рассказывать про это я не буду. Умное слово виртуализация. Как вы думаете, с чем связано? Что это вообще такое? Нет. Виртуализация – это ответ, опять-таки, на чисто технический запрос со стороны реал-лайфа, который стоит в следующем. Вот у нас есть дата-центр. Мы там запускаем 100-500 операционных систем, и раньше мы 100-500 операционных систем запускали на 100-500 компьютеров. Администрировать 100-500 компьютеров довольно лень. Хочется как-то сделать так, чтобы, ну, по крайней мере, 500 из этих 100-500 операционных систем можно было запустить на одном компьютере. Внимание, вопрос. Если мы этого хотим, какая должна быть аппаратная поддержка со стороны процессора? Внезапно мы должны запустить на одном процессоре более чем одну операционную систему, у каждой из которых есть ядро, каждый из которых, внимание, работает в режиме супервизора, то есть оперирует своим собственным ТЛБ. У каждого из которых есть виртуальная память, своя собственная. То есть, по сути, виртуализация – это еще один уровень косвенности. Это такой способ работы процессора, когда его можно виртуально, да, с помощью каких-то специальных команд распилить на много маленьких процессоров, каждый из которых будет отдельно имитировать процессор, внутри которого будет отдельная виртуальная память, отдельное все. Еще один уровень косвенности. Можете представить степень сложности всего этого безобразия? Я тоже. Вот. Вот тут уже задавали вопрос, зачем так делать, да, похожий, да, почему так сложно? Правильный ответ. Потому что такова была задача, ее нужно было решить как можно быстрее выйти на рынок с этим. Наверное, можно переписать все на свете программы и сделать их независимыми и запускать их в рамках одной идеальной операционной системы. Но так обычно не бывает. Вот. Так что большинство современных процессоров поддерживают технологию виртуализации, то есть косвенно, двухуровневый ТЛБ, ТЛБ для ТЛБ, вот это все. И у нас закончилось время. Задавайте вопросы. Я понял, уже пошли, вместо вопросов пошли разговоры не по теме. Ну хорошо, тогда всем спасибо. 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 Продолжение следует...